МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу День города в студии Алены Куколевой. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о некоторых его темах. Хороший повар стоит доктором. Сегодня мастера кулинарных дел отмечают профессиональный праздник. Как город вгоняют в краску. Граффити набирает все большую популярность. И в гостях у сказки. Рязанская баба-яга приглашает в гости мэра и губернатора. Рязанская пенсионерка живет практически в центре города. Здесь красуются современные дома и растут новостройки. Но домик нашей героини местные жители давно зовут избушкой на курьих ножках. А сама она представляется бабой-ягой. И все потому, что живет одинокая пожилая женщина в черной гнилой избе, высотой примерно с человеческий рост. Дверь в совсем не сказочную избушку открывается одним прикосновением. Если толкнуть чуть сильнее, разлетится, словно щепка. То же самое можно сказать и про любую из стен. Внутри терраска, заваленная старыми вещами, кухня, на которой не уместится больше двух людей, и комната 2 на 2 метра. Удобство на улице в полуразвалившейся кабинке. Потолок прогнил, и в дождливую погоду у Лидии Сергеевны, как у настоящей бабы-яги, личный домашний дождик. Правда, совсем не званный и не жданный. Кис, ну вот, я бабы-яга, я дружу с ними, вот с этими вот. Освещает комнату грязная лампочка. Отопления нет, печка пришла в негодность. Ремонтировать ее печник отказался. Сказал, что это сизифов труд. Все равно дом скоро развалится. Вот и выходит, что единственный источник тепла – старый обогреватель, в обнимку с которым женщина проводит каждый день с тех пор, как похолодало. Заложницей собственного дома Лидия Сергеевна оказалась 18 лет назад, когда получила кулачок земли и старинный, уже тогда полуразваленный домик. Вот и посоветуйте, как доживать вот в этих условиях. Как доживать? Нас 18 лет не разрешали строить. Все расселяли, ну как, переселение, переселение. А теперь стройте, пожалуйста. Ну, время ушло. Несколько лет назад Лидия Сергеевна попала под машину и теперь передвигается не без труда. И даже разобрать мусор возле дома она не в состоянии. Рядом проходит железная дорога. И когда едет поезд, все на избушке трясутся, грозя в любой момент похоронить под собой несчастную женщину. Она обращалась в разные инстанции. И все без толку. Мы сами все инвалиды, кто живем тут, ноги переломаем. Пока это вот три времени года, это у нас невыносимо ходить по этой дороге. Весна – это осень и зима. От безысходности 79-летняя женщина написала письмо в никуда. А вернее, сразу всем представителям власти. Вот текст ее письма. Я таскала двери и дрова, чтобы выжить. Но после травмы из-за ДТП лишилась этой возможности. Выживала в войну, училась, работала, рожала. За что же нас убивают? За то, что сами не умираем? Зажилась слишком долго. Рада бы в рай, до грехи не пускают. Мне 79 лет. И в этих условиях, под таком бездорожью, в темноте, я не могу просто больше. Поэтому объявляю голодовку. И для того, чтобы на нее, наконец, обратили внимание, пенсионерка готова объявить голодовку. Потому что все равно с наступлением морозов ей грозит замерзнуть в маленькой лачушке в самом центре нашего города. Приглашаем господина Ковалева в гости и господина Булекова. Два Олега, приходите. Я, русская баба-яга, зову вас в гости. Приходите ко мне, пожалуйста. Только резиновые сапоги и фонарик. Резиновые сапоги, фонарик. И палочку. Вдруг алкаши, которые здесь устраивают, пьянки-гулянки, чтобы отмахнулись. Избушка пенсионерки, хотя и расположена в центре города, надежно спрятана на улочке, по которой редко проезжают автомобили и гуляют прохожие. Однако на улицах Рязани немало домов, которые своим видом могут не просто вызвать отвращение и ужас, но и массу вопросов. Как вышло, что центральные улицы города украшают заброшенные развалины, ставшие стихийными помойками. Несколько подобных адресов узнает Марина Комиссарова. Прямо за моей спиной находится вокзал Рязани-1, и я сейчас стою на улице, которая первой встречает гостей нашего города. Посмотрим, что же видят туристы. Приезжай в Рязань. Разбитый асфальт, бродячие собаки и очень колоритный дом. Правда, не с привидениями, а с отходами. Почти до второго этажа выгоревший пару лет назад дом заполнен разнообразным мусором. И это первое, что видят те, кто приехал в Рязани, направляется с вокзала Рязань-1 на площадь Победы, центральную площадь города. А вот из этого окошка желающим продают спиртное. Общеизвестный факт. Нужно постучать, некто откроет изнутри и продаст алкоголь. Завидев нашу съемочную группу, неизвестный не стал открывать. О доме помойки мы поговорили с прохожими. Плохо. Плохо. Какого-то разговора даже не может быть. Плохо за эти помойки. Что говорить? Прекрасно смотрится. Убрать ее отсюда. Извините, она же на дороге. Как же они могут ее обойти, когда это считается центральной, и ведет в город. Там-то они не пойдут, и тут они не пойдут. Ну что мы можем сказать? Конечно, это нужно безобразие убрать. Я так думаю, что он, очевидно, никому не принадлежит, ни у кого не стоит на балансе. Поэтому городские власти должны принимать меры в этом отношении, если он ничей. Куда ни приехай, на реку отдыхать, после себя горы грязи. Ну, свиньи, что я хочу сказать. Несмотря на то, что я русская, и детей своих воспитываю, чтобы они за собой убирали, но тоже порой замечаю, что они на природе оставляют после себя свинарник. Мало внимания уделяет правительство и руководству города воспитанию молодежи во всех отношениях. Мы не знаем, почему она образовалась. Это неприятно. Конечно, тут очень много пьяных, постоянно драки, постоянно приезжают полицейские, что-то пишут и уезжают. Не так давно в нашей программе выходил сюжет о доме сестер Хвощинских на улице Семинарской. Напомним, внутри него тоже образовалась свалка, которую к настоящему моменту добровольцы расчистили. И таких примеров в центре предостаточно. Допустим, двухэтажное здание на улице Николы Дворянской. Зияет окнами без стекол, территория закрыта алюминиевым забором, а через проемы нижнего этажа видны многолетние залежи отходов. В некоторых случаях такие проблемные дома, с которыми городские власти не могут ничего решить, а жители города в связи с этим используют их как большие мусорные контейнеры, прикрывают баннерами. Как, например, дом Хвощинских и выгоревшее здание бывшей типографии на газетном переулке. Но баннеры вовсе не решают проблемы и напоминают о потемкинских деревнях. Скрытые за холстами или нет, разваленные дома все так же уродуют центр нашего города. Ситуация с парковкой машин в Рязани скоро может обостриться до предела. Автостоянку сейчас мало где найдешь и, возможно, скоро машина станет не предметом мобильности, а больше головной болью. О новых запретах парковки знает Галина Ершова. На улице Тимакова всегда было сложно найти место для парковки. Небольшая улица с односторонним движением соединяет сразу два важных для города объекта Дашковский рынок и 11-ю больницу. С левой стороны давно висит знак запрещающий парковаться. Но необходимость найти свободное место так высока, что водителям приходится пренебрегать правилами и ставить машины в два ряда, блокируя выезд друг к другу. Несмотря на то, что знаки стоят, с обеих сторон паркуются. Несмотря ни на знаки, ни на что, на эвакуацию. Это очень сложно. Городские власти пришли на помощь горожанам и решили вопрос радикально. С 25 октября здесь будет запрещена стоянка с правой стороны на участке от городской больницы номер 11 до улицы Новоселов. Для этого установят соответствующие дорожные знаки с табличками «Работает эвакуатор». Отношусь к крайне негативным запретам парковки. Потому что эта больница главная учреждение города. И запретить сюда парковку это лишить горожан удобства. Ну, надо же в больницу попадать как-то. А где останавливаться там? Сейчас в кварталах все забьют. Все будет там стоять в машине все. Будем из дома пешком ходить. Дом километр отсюда. Пешочком, с тележечкой потихонечку. Я думаю, это очень неправильно. Потому что в больницу как попасть? То есть, вообще, не подъехать. Наоборот, нужно расширить где-то что-то. Я думаю, это не случится. Должен здравосмысл, должен победить. Решение администрации поможет облегчить проезд по улице Тимакова. Мини-пробки, которые бывают здесь, часы пик, рассосутся. Перепаркованные автомобили. Но данная инициатива не решает проблему стоянки, а лишь маскирует ее. Прежде чем принимать подобные меры, следует организовать альтернативную централизованную парковку для посетителей больницы. Ведь ее услугами ежегодно пользуются более 50 тысяч человек. В том числе, дети и пенсионеры, которым трудно добраться в поликлинику самостоятельно. Сегодня по всему миру отмечают Международный день повара. Кулинары принимают поздравления и готовят самые изысканные блюда. Многие считают, что эта профессия чуть ли не такая же важная, как врач или учитель. Повара, как их блюда, бывают самые разные. Одни готовят в дорогих ресторанах, другие могут работать в общепите. С начинающими специалистами в их день пообщалась наш корреспондент. Такую творческую профессию, как повар, выбрал для себя и Артем Славов. В Рязанский многопрофильный колледж он пришел учиться после девятого класса. К выбранной профессии молодого повара подтолкнула готовка дома. Это было в восьмом классе. Я тогда первый раз подошел к маме, помог с мясом и мне понравилось, то есть меня затянуло. И вот в течение девятого класса я мыслил, пойти или не пойти и все-таки решил что-то поступить. Существенно на второй ключ? Да. Я хочу работать в этой профессии и продвигаться. Самое любимое блюдо Артема – лазанья. Именно его он чаще всего готовит со своей семьей. С выбором нового направления деятельности у него появилось больше обязанностей. Но все они в радость Артему. Мама больше надеется на меня, я больше ей помогаю и от этого она тоже счастлива. Если проехать по предприятиям питания Рязани, то примерно 80% из них укомплектовано выпускниками этого колледжа. Он действует с 1941 года и в основном все педагоги – это бывшие студенты учреждения. Светлана Симонова преподает здесь с 2002 года. Она раскрыла нам секреты приготовления печеней из пряничного и песочного теста. Эти цветные и белые линии получаются с помощью маренги. Она делается на основе белка яиц и сахарной пудры. Все это взбивается, добавляются красители и смесь доводится до вязкого состояния. С помощью маренги можно делать и блестящие бусины, похожие на настоящие металлические. Это специальные кондитерские бусины. Они готовятся из сиропа. Уваривается сироп специальным образом до консистенции. Потом он охлаждается и наносится. Глянец получается с помощью специального красителя. А эта техника называется карвинг. Жар птица выполнена из овощей, сделана руками преподавателя для выставки в честь родительского собрания. Сегодня на него были приглашены те, чьи дети планируют в ближайшем будущем пойти учиться в многопрофильный колледж по любой из предложенных профессий. Учреждение популярно среди горожан, оно развивается. В том году один из юных поваров принял участие в международном чемпионате рабочих специальностей по стандартам WorldSkills и занял призовое место. Был чемпионат именно по рабочей профессии повар. Мы впервые приняли там участие и наш ученик занял третье место, то есть бронзовую медаль. Вот это было в том году. Иван Лапшин вместе с нашим мастером ездил он туда, Васильева Татьяна Геннадьевна, вот занял третье место. Это конечно была очень высокая победа и награда, потому что это международный уровень WorldSkills. В этом году на конкурсе рязанцы вошли в пятерку, расширив состав участников и взяв с собой кондитеров. Работники колледжа говорят, что такой успех стал возможен только благодаря старанию учеников и любви к профессии самих педагогов-поваров. Не заметить проявление художеств в современном городе невозможно. Яркие, словно кричащие буквы или картинки, нанесенные аэрозольным баллончиком или маркером сразу обращают на себя внимание. Свежие примеры граффити появляются в Рязани ежедневно как в центре, так и на окраинах города. И если раньше власти и сами горожане боролись с таким уличным искусством, то сегодня даже стены городских учреждений становятся яркими и содержательными. Вот три ежика, а вот последний ежик ушел с грибами, а вот грибы. Любимые герои советских мультфильмов и персонажи народных сказок. На стенах детского отделения городской больницы появились красочные иллюстрации. Их нарисовали 60 волонтеров из Рязани и Москвы. В работе использовали только экологически чистые краски, а все рисунки согласовали с врачами. Так граффити стало не просто развлечением, а настоящим лекарством от болезней. Из серого и невзрачного учреждения больница превратилась в интересное место, в которое малыши больше не боятся идти. Отзывы родителей конечно положительные и если посмотреть, то есть места уже как бы ладошками, хотя мы обрабатываем, уже потертые. То есть их гладят, их ласкают зверюшек. То есть конечно в общем-то эмоции есть положительные, а положительные эмоции это улучшает и ускоряет выздоровление. На рисунках много мелких деталей. Это сделано специально, чтобы дети развивались и узнавали мир, даже когда вынуждены болеть. Обилие красок и персонажей помогает научиться считать, придумывать истории, узнавать цвета и многое другое. Есть даже интерактивные задания. Любовь к детям и искреннее желание помочь им скорее вернуться в садик или школу чувствуется в каждом рисунке. Мне больше всего нравится лягушка и петушок. Петушок? Почему он тебе нравится? Разноцветные. Я люблю саки разноцветные. Да неплохо и петачок. А почему тебе нравится? Потому что у него петачка красивый дом. Роспись стен добрыми рисунками становится популярным инструментом для сохранения здоровья детей как физического так и психологического. Подобные граффити все чаще можно встретить в детских лагерях, дворцах культуры, больницах и даже на стенах обычных домов. Милые и искренние рисунки не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых. А значит поднимают настроение, помогают бороться с депрессиями и делают нас чуточку счастливее. На этом все. Другие авторские программы моих коллег смотрите на нашем сайте город62.тв. Желаем вам хорошего продолжения дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин